Украинская диаспора просит правительства Канады пригласить Петра Порошенко на саммит лидеров Большой Семерки, который должен пройти летом на территории этой страны. Президент Конгресса украинцев Канады Павел Грод утверждает, что Канада, как председательствующая страна, имеет право делать такие приглашения. Тем более, что на саммите министров иностранных дел стран Семерки на этой неделе побывал Павел Климкин. Украина впервые получила приглашение участвовать в работе Семерки на уровне глав МИД. Итак, чего ждать от саммита лидеров Семерки летом? И что можно назвать главным результатом для Украины встречи министров иностранных дел Семерки на этой неделе? Обсудим с самим Павлом Климкиным, министром иностранных дел Украины, сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, господин министр, спасибо, что пришли. Скажите, реально получить приглашение для президента Украины для участия в саммите Семерки? Это зависит от порядка дня саммита. Это будет выразить всем. Всем. Важливо, конечно, что Украину первый раз запросили. И было очень приятно находиться с министрами. Было такое ощущение, что мы на годину, но тем не менее, заменили Россию. И Христя Фрилан очень хорошо это сделала. Вона сведома, только наш заход сделала в такой домашней атмосфере. Потом министры не хотели идти. А вы спросили про результаты. Вот на самом деле, не забывайте, мы начали, как подвищать для России цену оккупации Крыма и Донбасса. Говорили про то, что то, что делает Россия на нашей территории, потом обязательно, после попробования, так бы говорится, что используется для всего демократичного света, то реально Украина это и есть. Вот первая в этой российской агрессии. И агрессия против нас, это агрессия против всего демократичного света. И говорили про то, как мы будем работать дальше, поскольку Россия дальше будет увеличивать эти пробки дестабилизации. Ну и, конечно, погодили, как мы все видим, формат миротворческой операции. Ранее мы погодили это в нормандском формате. Я, по-моему, рассказывал наступного раза с полученными Штатами. Сейчас у меня был шанс просто поделиться своим видом с всеми министрами. В том числе мы поговорили окремо и с французским министром, конечно, и с немецким, который наступного месяца приедет к нам. И будем тогда визначать, каким образом мы сможем прийти к нормандской встрече. И чие у нас реальные результаты. У нас, кстати, о нормандском формате. Половина стран-участниц нормандского формата на этой неделе побывала в США. Ангела Меркель, до этого Макрон. Как вы думаете, с Трампом об Украине они говорили? Говорили. Ну, канцлер еще говорит. Как вы знаете, это ее визит продолжается. Макрон говорил. И говорили взагалі про то, что делать Россия. В дуже широком контексте говорили и про певничный потек. Про очень много важливых вопросов. Президент в ближайшее время встретится и с канцлером Немеччины, и с президентом Франции. Скорее всего, это будет тристоронняя встреча. Так, чтобы скоординовать усилия. Но такое забавное формулирование, что половина нормандского формата, на самом деле, там есть три. Мы с Немеччиной и Францией, и есть Россия. Так что половину я бы точно не делал бы нормандский формат. Скажем так, влиятельный. Это было забавно, то есть, Алексей. Но тем не менее, это как три на одного. Как с мушкетерами, это не работает. Понятно. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер анонсировал свой приезд в Украину уже вот-вот. То ли конец апреля, то ли май. Можно точнее сказать по датам. И вот такой вопрос. Вам не кажется, что миссия Волкера может считаться не настолько эффективной, как хотелось бы Украине? Все-таки каких-то конкретных подвижек, ну, не удалось ему еще добиться. Слушайте, ну, по-перше, я вважаю, что Курт сделал очень классную работу. И она касается не только обговорения формата миротворческой миссии, а всего комплекса, то, что делается касательно и оккупированного Донбасса, и оккупированного Крыма. Я с ним говорил, он приедет наступного месяца, по датам он вызначается, оскільки он хочет скомпоновать не только отведение Киева, но настолько последовательная и в одночасье креативная позиция, иногда там, я говорю с ним каждый другой день, за это Курту очень большое спасибо. Еще в начале апреля Верховная Рада проголосовала за новость закона о дипломатической службе. Но почему-то президент его до сих пор не подписывает. В чем задержка, как вы считаете, и что изменит этот закон в нашей дипломатической службе? Насколько он вам нужен? Ну, по-перше, законы принимаются для того, чтобы дальше развиваться. В данном случае он вызначает такую рамку для европейской дипломатической службы. Фактически, много вещей, которые прописаны в нем, мы уже сделали. И тут очень много реформ, начиная от того, как сейчас происходит подготовка, перелешивание и перезавантажение дипломатической академии, открытие среди системы. В этом году МЗС станет первым министерством, которое будет иметь полностью электронное вредование, причем захищенное, оскільки мы знаем, оскільки кибератак на нас действуется, створение украинского института. То есть там очень-очень много вещей, которые, звичайно, будут працювать. И я уверен, что вся эта рамка, яка я считаю лучше, чем закон про государственную службу, она нам будет очень допомогать. Ну, будем надеяться и мы на это. Спасибо вам за эти ответы. Павел Климкин, первый, кстати, министр иностранных дел Украины в истории независимой Украины, который участвовал в саммите G7 на уровне глав МИД. Я, кстати, хотел спросить, Христия Фриланд хорошо готовит? Она же сама для вас завтрак приготовила. Не только Христия, но и Дочки, и Галинка, и Наталка готовили сами. И это было реально фантастично. Снеданок в настоящей украинской светлице с обговорением всего того, что нам нужно. Я рад, что визит был не только результативным, но и вкусным. Спасибо, Павел. Спасибо, что приходите.